Теперь в начальной школе юные пермики будут обучаться всего три года вместо положенных четырех. Изменения коснутся лишь семи школ краевой столицы. Распределение детей в специализированные классы будет проходить в рамках проекта «Эффективная начальная школа». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости верхниками». А в студии работает Анастасия Гордеева. И вот главные темы выпуска. Постоянный смрад и сырость. Житель Степанова, 42, не могут достучаться до управляющей компании. Когда в доме будет порядок? Несколько миллионов рублей в карман мошенникам. Сегодня расскажем, как не попасться на удочку злоумышленников и обезопасить себя. Еще краше. Накануне в Иссоли местные жители встретились с инициативной группой, чтобы обсудить благоустройство музея Уссоли Строгановская. Как преобразиться? Грядут ремонтные работы. Березняковская водоснабжающая компания предупреждает. В пятницу и субботу возможны перебои с водой в большей части города. Той, что питается от водозабора Уссолка. Ремонтные работы начнутся в пятницу 31 марта в 12 часов. По плану все должно завершиться в субботу 1 апреля в 8 утра. В связи с этим возможны перебои с водой и заниженное давление в высоких точках города. После возобновления водоснабжения воду необходимо употреблять в кипяченом виде в течение трех суток. Березняковская водоснабжающая компания приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон диспетчерской службы 274900. Постоянный запах канализации и сырые стены. С такими испытаниями вынуждены бороться вот уже несколько месяцев жители одного из домов по улице Степаново. В чем причина коммунальных проблем и когда они будут устранены, уже знает Евгений Шаров. Труба выходить на колодец, вот там дальше, она вся сгнила. И вся канализация бежит сюда, к нам в подвал. Жильцы дома на Степаново 42 уже давно жалуются на содержание подвала. Помимо нечистот сюда также стекает и талая вода. Из-за бойлера влага частично выпаривается, из-за чего у жителей первых этажей в квартире появляется плесень и разводы на стенах. Сам бойлер, кстати, не чистили уже давно. Жить-то невозможно, дышать-то дома нечем. Нечем, потому что бойлер постоянно стоит в воде. Вода испаряется, он подогревает, вода испаряется и поднимается вверх. А раз вверх поднимается, значит у меня все идет по плентусам, весь парк идет ко мне, в квартиру. По словам Натальи, в управляющую компанию жильцы обращались еще в январе из-за отсутствия горячего водоснабжения и потопов в подвале. Как признается жительница, работать начали только сейчас. На момент съемки в подвале работали слесари, откачивали воду, а уже вечером приехал специалист для очистки бойлера. Чистка бойлера производится на данный момент, бойлер разобран. Требуется замена двух секций, потому что предыдущая управляющая компания 4 года его не чистила. Вот по поводу канализации, земля немножко оттает, будем копать выход с дома до колодца. Будем произвести замену канализации. Я думаю, в мае все сделаем. Стоит отметить, что рядом стоящие дома были признаны аварийными и уже снесены. Сам дом на Степаново, 42, также находится в плачевном состоянии. Фасад начинает рушиться, а кровля также оставляет желать лучшего. За последние несколько лет жильцы сменили пять управляющих компаний. Продолжаем следить за ситуацией. Евгений Шаров, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. В марте березняковцы отдали более трех миллионов рублей мошенникам. Сегодня самая действенная схема обмана пожилых людей – ваш родственник попал в ДТП. Полиция бросила много сил на борьбу со злоумышленниками. Есть положительные результаты. Сергей Коленик продолжит. Ваш родственник попал в ДТП. Схема старая, но, к сожалению, рабочая. Поэтому активно используется мошенниками. Мы часто рассказываем вам о самых распространенных случаях. И это принесло плоды. Теперь пожилые люди, понимая, что их обманывают, прерывают звонки и перезванивают родственникам, о которых идет речь в разговоре. Но так делают далеко не все. В марте зафиксированы восемь случаев. Ущерб составил более трех миллионов рублей. Сама схема остается практически неизменной. В основном на стационарные телефоны граждан, как правило преклонного возраста, поступают звонки от неизвестного. Голос на другом конце провода представляется, например, дочкой или внучкой и сообщает, что попал в ДТП. Далее связь прерывается. Также звонят якобы сотрудники полиции и поясняют, что родственник потерпевших виноват в серьезной аварии. И теперь для возмещения ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо заплатить крупную сумму. Не всегда у потерпевшего такие деньги находятся, но тем не менее преступники начинают убеждать, собрать все имеющиеся денежные средства и передать им. То есть, как правило, они говорят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, что они пришлют своего помощника, водителя, и этот помощник, водитель, заберет у них деньги. Кроме этого, всегда потерпевшего просят положить какие-либо вещи в пакет. Это, допустим, может быть полотенце, мыло. Мошенники прибегают к изощренным способам психологического давления, имитируют истерику, торопят потерпевших с поиском денег, мотивируя это тем, что ситуацию можно решить только в ближайшее время. Иначе уголовная ответственность и тюрьма. Аферисты практически все время удерживают потерпевших на проводе, не позволяя им позвонить настоящему родственнику, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Что необходимо делать в этой ситуации? Конечно же, разговор необходимо прекратить. Необходимо позвонить тому родственнику, от имени которого, как вам кажется, вам позвонили, и убедиться, что с ним все в порядке. С начала года в Березняках зафиксировали несколько десятков преступлений, связанных с мошенничеством, задержали семерых курьеров. Осталось нераскрытыми всего пять преступлений. Так что курьерам, устраивающимся на такую подработку, также стоит понимать последствия. Скажите, пожалуйста, за что вы задержаны? За подозрение мошенничества. Это очередная история про бабушек, которые очень сильно доверяют другим людям. И это были мошенники. Брал деньги у бабушек. За что задерживались? За мошеннические действия. Несмотря на то, что преступников ловят, не во всех случаях получается вернуть отданные мошенникам деньги. Бывали такие случаи, когда пожилые люди занимали у соседей крупные суммы и отдавали злоумышленникам. Поговорите со своими пожилыми родственниками и объясните им, что возможны такие мошенничества. Необходимо сразу вызвать полицию. Сергей Коленик, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости в Верхнекамье. Недавно губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с женщинами-предпринимателями. Говорили о системной работе, поддержке малого и среднего предпринимательства и конкретно о мерах поддержки женщин. Подробнее расскажут наши коллеги из ГТРК Пермь. Я так мечтаю о том, что мы это внедрим. В работе со своими сотрудниками Евгения Тихонова использует менторский подход, давая каждому возможность развиваться. Вместе с этим развивается и бизнес. За 18 лет женщина-предприниматель создала в Прикамье две успешные инновационные компании. Мы разрабатываем программно-аппаратные решения, которые используют крупные предприятия для того, чтобы мониторить свои удаленные и распределенные объекты. Мы очень благодарны Пермскому краю за все меры. Одной из таких мер стала победа в конкурсе краевого агентства по развитию МСП. Компании возместили половину стоимости нового станка. Раскручиваясь эти катушки, передают электронные компоненты, которые автоматически устанавливаются на печатную плату. Процесс теперь занимает 10 минут. Раньше мастера делали это вручную, в три раза дольше. Сегодня свою деятельность в Прикамье ведут почти 26 тысяч женщин-предпринимателей. Цифра больше, чем в среднем по стране. В некоторых видах бизнеса, таких как социальное предпринимательство, доля женщин достигает 95%. Поэтому социальные акселераторы, конкурс «Лучший социальный проект» это в принципе те мероприятия, которые направлены специально на женщин-предпринимателей. С женщинами из бизнеса сегодня встретился глава региона Дмитрий Махонин. Есть много разных стратегий развития и поддержки женского предпринимательства. Есть такие проекты, как «Мама-предприниматель». Мы понимаем, что они важны, но, наверное, не менее важны для нас являются такие встречи. Самым популярным запросом от предпринимателей оказался выход на крупных заказчиков. Здесь будет получено содействие от краевых властей. Нам иногда трудно дотянуться до такого крупного корпоративного заказчика. Крупный холдинг определяет потребности, мы определяем наши возможности. Проконсультировать или оказать иную поддержку могут в доме предпринимателя. В центре «Мой бизнес» созданы все условия для того, чтобы женщины здесь чувствовали себя комфортно. Можно прийти даже с детьми. Пока мама учится быть предпринимателем, ребенок занят полезными играми. Кроме того, заявлено, что на форуме пермского бизнеса, который состоится в конце мая, будет выделена отдельная женская сессия. Мария Шилова, Александр Сегалаев, Вести, Пермь. Совсем скоро по всей стране стартует прием заявок в первый класс. Об удобствах подачи заявления онлайн расскажет Евгений Казанцев в нашей постоянной рубрике «Новости. Коротко». В Прекамье с 1 апреля начнется запись детей в первые классы в школы по месту регистрации или в иную школу при наличии льготы. Отправить заявление можно несколькими способами, например, через портал «Госуслуги». Отправить заявление онлайн – это быстро и удобно. Добавлю, при подаче заявки онлайн место в учебном заведении бронируется до того, как вы предоставили оригиналы документов. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после завершения работы приемной комиссии. Также заявление о поступлении вашего ребенка в первый класс можно подать лично в школе или заказным письмом с уведомлением о вручении. В Пермском крае подвели итоги внешнеторгового оборота, который по результатам 2022 года составил почти 11,5 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился больше, чем на 30%. Импорт же увеличился почти на 28%, более 1 миллиарда долларов. Благодаря этим показателям наш край второй в списке регионов Приволжского федерального округа по товарообороту и объему экспорта. Наиболее популярными товарами для поставки за границу стали удобрения, товары топливно-энергетического комплекса, химической промышленности, лесопромышленного комплекса и машиностроения. Всего продукция пермских производителей поставлялась в 133 страны мира. Следующую новость нужно внимательно слушать березняковцам, которые живут в домах по улице Ломоносова 76, 78, 86 и по улице Мира 56, 58. Росстат в нынешнем году проводит выборочное наблюдение рациона питания населения. Такое исследование проходит один раз в пять лет. Опрашивать жителей будут специально уполномоченные работники. Березняковцев ждет несколько вопросов по рациону питания, а также по физическим данным. Новости коротко подготовил Евгений Казанцев. Накануне прошло заседание Совета глав муниципальных образований Пермского окрая. Рассмотрели восемь вопросов. Ключевой из них – реализация проекта «Управляем вместе». По итогам прошлого года Березняки – лидер по взаимодействию с жителями. Я предлагаю, если нет, предложение по повестке. Начать с первого вопроса. Вопрос связан с реализацией проекта «Управляем вместе». На очередном заседании Совета глав муниципальных образований подвели итоги реализации проекта «Управляем вместе». Губернатор Прикамьи Дмитрий Махонин отметил, что за шесть лет портал стал одним из главных каналов общения жителей и властей. Сегодня порталом активно пользуются более 170 тысяч жителей Пермского края, то есть каждый 14-й житель. И за время работы было решено более 150 тысяч проблем. Правительство региона обращает внимание на качество ответов по обращениям и сроки решения проблем. Среди муниципалитетов есть и соответствующий рейтинг. Березняки – лидер по решению проблем жителей. К лидерам однозначно в группе сообщений больше 200 мы можем перечислить Березняки, Чайковский, Верещагина, Суксун, Чернушка, Кудымка, Добрянка, Кунгур, Нытва, Горнозаводск, Краснокамск, Чусовой, Соликамский, Кизил. В числе отстающих территорий – Осинский, Красновишерский и Березовский муниципальные округа. Дмитрий Махонин отметил, что работа с населением через портал «Управляем вместе» – зона ответственности каждого руководителя. Поэтому взаимодействие должно быть налажено. Также рассмотрели реализацию мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. Мы поступательно движемся и по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, и по количеству занятых. И это ключевой наш показатель, наш общий показатель. Он агрегирован на региональном уровне и дальше распределен в том числе по муниципальным образованиям в соответствии с теми дорожными картами, которые мы все с вами принимали в течение 2021 года. На сегодняшний день для предпринимателей Прикамья созданы благоприятные условия для развития, консультирования в рамках выездных мероприятий и создания советов по предпринимательству. В рамках доклада было отмечено, что руководители территории провели большую работу. Продолжается и финансовая поддержка субъектов предпринимательства. Для них действует как система субсидирования, так и каждый может рассчитывать на грантовую поддержку. Ксения Калугина, Новости Верхней Камья. Парк, пляж или набережная. Один из этих объектов может появиться в южной части Уссолья. Город будет участвовать в федеральном проекте по благоустройству. Что уссольчане хотят видеть на месте исторических памятников, уже знает Евгений Шаров. Что вам не нравится и какие-то ваши идеи, что бы вы хотели там видеть? Речь идет о благоустройстве южной части Уссолья, где располагаются известные памятники истории – Строгановские соливарни и палаты. Этот объект будет участвовать в федеральном проекте формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Если удастся выиграть грант, а это порядка 50 миллионов рублей, историческая часть города получит новую жизнь. Речь не идет о капитальном строительстве. Это именно создание дорожек, пешеходных связей, малых архитектурных форм и расчистка и так далее. В общем, приведение территории в какой-то более уже ближайший вид. Архитектурное бюро «Вещь» уже участвовало в благоустройстве Уссолья Строгановского. Специалисты хорошо знают нашу местность, поэтому готовы работать над памятниками истории Уссолья и дальше. Само мероприятие проходило в виде открытого обсуждения жителей, что они хотят видеть на благоустроенной территории. Предложений было много – от постройки пляжа и гостиницы до спортивного комплекса и парка для собак. Зону для углы и тренировки собак, соответственно, с урнами, с пакетами специальными. Однако самой актуальной проблемой для Уссольчан остается набережная. Каждый год со стороны Камы натекает вода. Давайте будем объективно смотреть на вещи. Вот у нас, чтобы вода не захотела, а в этом году она зайдет обязательно, сделаем хорошую вот эту вот набережную. С ливнёк и всё. И вот эти 50 миллионов, их даже не хватит. Ещё надо будет добавить, чтобы получилась прекрасная набережная со всеми. Она и город оформит, она и держать берег воду. И, собственно говоря, мы избавимся от всех вот этих проблем и монастыря, и своих проблем. Станислав Хоробрых, директор Уссольского историко-архитектурного музея Палаты Строгановых, как никто другой знает, как именно облагородить объект исторического наследия. Если проблема с набережной не будет решена, всю благоустроенную территорию каждый год будет просто смывать. Станислав отмечает, что новая набережная не только обезопасит от воды, но и украсит город. С другой стороны, набережная, она сразу организует вот эту вот береговую линию. То есть у нас же есть понимание Уссоль о градах, который похож на Петербург, да? То есть и вот набережная Невы, она в контурах своих, по большому счёту, повторяется в набережной Уссоль. Эскиз проекта архитектурному бюро нужно успеть подать в федеральную комиссию до 1 июня. Затем в течение двух месяцев комиссия будет рассматривать все конкурсные проекты по всей России. Жители надеются на победу, ведь набережная Уссоль действительно нуждается в благоустройстве. Евгений Шаров, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхникамья. Весна – пора преображения. Традиционно начинаются ремонтные работы, в том числе и дорожные. В Соликамском городском округе уже выбрали, какие участки трасс восстановят в ближайшие месяцы. Подробнее расскажем в рубрике «Верхникамья» сегодня. Здравствуй, Верхникамья! Ночную рубрику новостями из Соликамска. В этом году в рамках муниципальной программы развития инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа планируется отремонтировать несколько участков дорог от села Половодова до деревни Попова-Останина, от поселка Усовский до деревни Володина, а также часть автодороги «Чертеж-Тюлькино» – Вильва-Керчевский. Подрядчики определены, работы начнутся в мае, на ремонт планируют потратить 30 миллионов рублей. А в Губахинском округе в этом году планируется облагоустроить два общественных пространства. В Губахе на проспекте Ленина приведут в порядок территорию храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить бортовой камень, поставить скамейки и урны, провести озеленение, сделать освещение. А в Гремячинске в районе дома номер 22 по улице Грибоедова создадут общественное пространство для детского отдыха. На объекте планируется выполнить устройство покрытий дорожек и площадок из асфальтобетона, установить детский игровой комплекс и спортивное оборудование, смонтировать малые архитектурные формы. Также на территории будет проведено освещение и восстановлен газон. Следующая новость из заповедника Бассейги, что в районе Гремячинска. Конец марта, пора обработки материалов зимних учетов. Это удивительное время, когда научные сотрудники получат возможность обоснованно и четко ответить на интригующий вопрос. Кто, где и в каком количестве живет в заповеднике. В этом сезоне результаты учетов по следам на снегу получились многообразными и интересными. Зайцев-белюков в бассейгах насчитали около тысячи. Численность немаленькая, хотя и немного ниже средней. К тому же этой зимой косые, чаще других, бывавшие самыми многочисленными заповедными обитателями, уступили пальму первенства своим извечным соперницам – белкам. За предшествующие 39 лет наблюдений заяц превосходил численностью белку в 23 зимних сезонах. Белка-зайца в 16. В юбилейном 40-м первенстве 2023 года победа осталась за белками. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Евгений Шаров и Сергей Каленик. 6 апреля в следующий четверг в спортивной школе «ТЭМ» пройдет единый день ГТО. Целью проведения акции является вовлечение горожан в занятия физкультурой и спортом. Мероприятие будет состоять из эстафет игры «Догони ГТОшку», квест игры «Золотой знак ГТО» и силовых нормативов. Команд с наилучшим временем наградят кубками и дипломами, а участникам вручат медали и грамоты. Помимо этого, абсолютно каждый получит сувенирную продукцию и сертификат участника. Подать заявку на участие можно по электронной почте, либо по адресу, указанному на экране. Первый месяц весны подошел к концу. Апрель – новый этап в культурной жизни нашего города. Вы можете начать его ярко, посетив интересные мероприятия. Ксения Калугина подготовила афишу на предстоящие выходные. Солнышко греет все сильнее, да и первый месяц весны подошел к концу. Самое время задуматься, как провести первые выходные апреля весело и с пользой. Наша афиша в этом вам точно поможет. Традиционно вы можете провести время в театрах. Так, например, в Березняковском драматическом театре 1 апреля есть прекрасная возможность посетить всей семьей спектакль «Пеппи Длин и Чулок». Начало в 11 часов. А в 7 часов вечера приходите на звездный час по местному времени. Кстати, этот спектакль вы можете посмотреть и на следующий день, 2 апреля. Начало также в 19.00. Юные театралы всегда рады приходить и в драматический театр «Бенефис». 2 апреля в 12 часов состоится музыкальная сказка «Приключения Буратино». Встречаемся в ДК имени Ленина. Березняковский историко-художественный музей Минника Навалова порадовал открытием новой уникальной выставки «Золотой век». Там вы сможете насладиться западноевропейской гравюрой 18-19 веков из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. Насыщенная программой в Музее книжной культуры и литературной жизни Верхниками и Алконос традиционно вы можете принять участие в музейных занятиях и мастер-классах. 1 апреля в 12 часов познакомьтесь с творчеством художника-иллюстратора Людмилы Юрчатовой. Есть программа и ко дню рождения березняковского поэта Алексея Решетова. 1 и 2 апреля в 2 часа дня состоится музейное занятие. Там вы узнаете о детстве поэта. В эти же даты в 15.30 приходите на экскурсию «Это все о нем». Погрузитесь в жизнь и творчество Алексея Решетова. 1 апреля в 13 часов загляните в музей-усадьба Голицына. Там пройдет ремесленная слободка. А 2 апреля в 2 часа дня погрузитесь в соляной промысел на экскурсии «Альбом Соливара Богомолова». Жемчужина Уссолья, музей-заповедник Уссоль и Строгановская, как всегда, радует гостей масштабными выставками и экскурсиями. Кстати, 2 апреля пройдет мастер-класс «Роспись по дереву». Приходите и творите. Все любители литературы с нетерпением ждали этот фестиваль. Вот уже в 22-й раз в городе пройдет фестиваль литературного творчества «Решетовские встречи». Его посетят поэты и писатели из Екатеринбурга, Челябинска и Перми. Традиционно целью фестиваля конкурса является открытие новых имен, продолжение литературных традиций города Березники, сохранение и популяризация творческого наследия Алексея Леонидовича Решетова. Традиционно не обойдется и без спортивных мероприятий. Открытый турнир по баскетболу, первенство края по спортивной акробатике, соревнования по волейболу. А 2 апреля на лыжной базе стрижи пройдут семейные соревнования, посвященные закрытию лыжного сезона. Вся подробная информация есть в группе ВКонтакте комитета по физической культуре и спорту. Проводите выходные весело и с пользой. Афиш на выходные подготовили Ксения Калугина и Дмитрий Воронышкин. Делайте новости вместе с нами, снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий, присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на доставку еды. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Далее вас ждет прогноз погоды, а я же с вами прощаюсь. В студии работала Анастасия Гордеева. Всего вам доброго и только хороших новостей. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березники, улица Ленина, 47, офис 243. В пятницу 31 марта синоптики прогнозируют нам пасмурную погоду, возможны осадки. В Березниках ночью минус один, днем 6 градусов выше нуля. В Соликамске днем плюс 5 градусов и небольшой снег. В Александровске чуть теплее, 7 градусов без осадков. В Губахе также плюс 7 градусов, пасмурно и в Кизеле 6 градусов тепла, сильный ветер. 31 марта в Березниках ветер южный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243.